Удивительное восстановление слуха. Свидетельство Светланы. Мир вам, сестры, братья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова по знании. Я хотел бы поделиться с вами свидетельством сестры Светланы о том, как она переживает чудесное восстановление ее слуха и исцеление Духом Святым. Светлане сейчас 49 лет, живет она в Украине. Это свидетельство рассказала она сейчас, в наше время, и происходит сейчас. Живет в маленьком городке Закарпатии. Станьте свидетелем чудесного исцеления и восстановления слуха в этом мощном свидетельстве сестры Светланы, переданном в наше время. Подпишитесь, чтобы больше получать свидетельств христианского исцеления и духовного освобождения. Невероятное свидетельство о восстановлении слуха, чудесное исцеление Светланы. Светлана верующая от рождения. Ее родители, мама, была верующая всю жизнь. А Светлана с детства посещает церковь. Сначала за руку с мамой, теперь продолжает без нее. Водное крещение она приняла в 1990 году в возрасте 15 лет. Когда она была молода, примерно в 2008 году получила травму правого уха. На работе она получила физический удар со стороны правого уха. С тех пор постепенно начал падать слух. Но проблема стала в том, что слух начал падать с двух сторон. В свою очередь, это все происходило постепенно, и к этому привыкаешь. Мало того, в последние годы глухота начала изменять жизнь. Светлана стала стесняться и бояться идти в публичные места. Страх начал руководить ее жизнью. Она поняла, что это начало влиять на ее жизнь. Но, как сказала Светлана, она – верующий человек, и не страх руководить ее жизнью, а Бог. В 2014 году она начала молиться за исцеление. А исцеление почему-то не приходило. Но она стояла в вере и, конечно, задумывалась о слуховом аппарате. Но семья у Светланы обычная, не богатая. Как говорит Светлана, Бог дает все нужное для жизни и благочестия. Благодать Божья. В этом 2024 году к ее мужу подошел брат и предложил поучаствовать финансами в покупке слухового аппарата. А он стоит недешево. Высшие возможности этой семьи. Но приняли желание брата и в молитве с мужем все отдали Богу. Через 4 месяца вдруг срочно позвонила дочка. Ее дочь живет с семьей в крупном городе, с лучшим медицинским обслуживанием. И сказала, что она нашла хорошую клинику, где могут провести диагностику на слух. Светлана поехала на диагностику. И так получилось, что она купила слуховой аппарат. Купила не только один аппарат, а сразу две штуки на два уха. И начала проходить реабилитацию. Врачи сказали, что она стала плохо воспринимать речь окружающих людей. Начался круз восстановления понимания и реакции мозга на то, что говорят люди. То есть курс на восстановление слуха. После того, как поставили слуховые аппараты, через месяц нужно было прийти к врачу на первую консультацию. Первая консультация. Через месяц Светлана приехала на первую проверку. Хорошо, что в этом городе живет ее дочь и есть где переночевать. Когда она пришла к доктору, он сказал, что у нее очень быстро и хорошо идет восстановление функций мозга. То, что она прошла за один месяц, обычно люди проходят за три месяца. И это в лучшем случае. То есть мозг очень хорошо начал функционировать. Он начал лучше воспринимать речь окружающих людей. Да, это свидетельство я получил сейчас, по прошествии всего одной консультации. Но сестра Светлана говорит, что это чудо от Бога. Что ее мозг стал так быстро восстанавливаться. То есть никто не может влиять на мозг. Таблетки или лекарства она не принимает. Они не прописаны. Только Бог может восстанавливать и влиять на ее мозг. И это от нее не зависит. Это все происходит изнутри. Она полностью доверилась на уровень ее восстановления слуха. И восприятие речи окружающих людей. То есть уровень восстановления на Бога. Она говорит, что я могу только молиться и смотреть, что будет дальше. Свидетельство Святого Духа. Восстановление слуха Светланы. Сестры, братья. Давайте посмотрим, что происходит в жизни у Светланы. Она получила физическую травму, влияющую на ее слух. Она молилась за исцеление много лет, но исцеления не было. А вы молитесь за исцеление? И если еще не получили, но все еще остаетесь в вере, в силу Божью, поставьте лайк. Тут обратим внимание на некоторые моменты. Во-первых, брат из церкви сам предложил поучаствовать в покупке слухового аппарата. Хотя еще не было никакого решения в покупке именно сейчас аппарата. И не объявляли о помощи о покупке. Благодать на покупке слухового аппарата. Во-вторых, дочь нашла клинику для диагностики. Все бы ничего, но все это происходит извне. Сестра Светлана не просила о помощи, не о поиске клиники. Бог сам располагал сердца людей, чтобы они что-то делали для Светланы. Это была рука Бога, благодать. Это было Его решение, чтобы поставить слуховой аппарат. Для этого Он подталкивал Светлану через людей. Что и говорить. Мы не знаем и не понимаем, почему Бог не дал мгновенного исцеления слуха у сестры. Но увидим, что Бог Отец дал и потолкнул сестру к покупке слухового аппарата. Как будто Отец Небесный хочет сказать. Иди, дочь моя, и купи слуховой аппарат, а я тебе буду помогать в этом. Исцеление слуха Святым Духом. Говорит Светлана. Вдобавок, есть еще одно свидетельство. Она говорит, и в этом есть внутреннее свидетельство Духа Святого, что это Бог. В том, что идет восстановление для воспринимания и реакции мозга на слова, речи окружающих людей. Светлана говорит, что тут как бы изнутри происходит исцеление, абсолютно не зависящее от нее. Да, Бог Отец подтолкнул купить аппарат. И кровью Иисуса Христа покрыты ее немощи, болезни. Но сейчас она получает восстановление функции мозга. Кто? Бог Отец восстанавливает. Иисус Христос. А может, это делается Духом Святым? Посмотрим, что Библия говорит на эту ситуацию. Откроем Слово Господа в Евангелии от Иоанна, 14 глава, стихи с 15 по 19. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст Вам другого Утешителя, да пребудет с Вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А Вы знаете Его, ибо Он с Вами пребывает и в Вас будет. «Не оставлю Вас сиротами, приду к Вам». Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи с 15 по 18. Дух Святой сейчас пребывает на земле, и, конечно, в жизни, семьи и в доме Светланы. Но здесь также написано, что Он и в нас пребывает, то есть Дух Святой сейчас также и внутри верующего. День Пятидесятницы. Да, и внутри Светланы. Так кто дает внутреннее исцеление или восстановление головного мозга изнутри? Да, Дух Святой. Светлана, покрытая кровью Иисуса Христа, благодатью, верой и из призыва Бога Отца, получает восстановление и исцеление от Духа Святого для восстановления слуха и возобновления нормальной жизни Светланы. Скажите аминь, сестры и братья. Исцеление и восстановление слуха Духом Святым. Друзья, задайте вопрос Богу. Почему Светлана не получила чудо и мгновенное исцеление? Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Отцу Небесному. Если получите ответ, напишите под этим видео. Сестра это прочитает. Как бы там ни было, сегодня мы говорили о современной жизни и исцелениях Духа Святого. Более того, мы еще много будем говорить на тему свидетельств от Бога, Иисуса Христа, Духа Святого в наше современное время. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего разрешения, сейчас я заканчиваю. Вам понравилась запись или получили Слово Откровения от Духа Святого? Конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, вы помогаете служению спасения и распространению Слова Божьего. Аминь.